Сегодня у нас в гостях заботчица Анна Устинова. Она занимается этой замечательной породой уже, наверное, больше шести лет. И сегодня мы представляем такую очень непростую, но прекрасную во всех своих проявлениях сиамо-ориентальную группу. Теперь эти коты их называют ориенталами, в том числе, и Аня сейчас нам о них все расскажет. Есть книга, которая датируется 15 веком, там есть первое упоминание о этой группе кошек. Называется, если я тут не ошибаюсь, книга о похождении кошек или о восхождении, примерно так. Там есть упоминание по их типу, окрасу и разновидности. То есть там описаны и такие солидные кошки однотонного окраса, и такие вот поинтовые окрасы, то есть сиамо. Сегодня мы вам расскажем и о их типе, характере и чем они отличаются от других кошек. И мы развеем, наверное, вместе с Юлей, президентом нашего клуба, несколько мифов об этих кошках. Итак, почему они такие особенные? Особенность их заключается в их интеллекте. Некоторые люди на выставках нас спрашивают, а что собака делает на кошке? Я говорю, пожалуйста, присмотритесь, это коты. Кот, кошка, либо котенок. Они очень умные. Почему их сравнивают с собаками? Потому что они приносят вещи, если их обучить. Ну, тапочки не принесут, но носки кому-то носят, кому-то носят шарики, кому-то еще что-то приносят. И они очень легко подстраиваются под ваш график жизни. То есть если вы встаете в 7 утра, то ваш любимый ориентальный сиамо или там это сейшер, это все относящиеся к этой группе кошки будут вас будить именно в 7. Если вы в субботу, в воскресенье спите до 10, они раз у вас и праздник будут только в 10. Ну, конечно, если только не надо сходить в туалет, пописать, попакать или подкопить. Вот идешь там. Порода одна, восточная короткошерстная кошка, но отличаются они в сиамы тем, что у них светлое тело. Они имеют темные ушки, темная, как маска, мордочка. Ладно, пусть я делаю. Не, 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 не будет ли отценичать? Не знаю, можно. И у них еще, что характерно, всегда будет голубой окрасок глаз. Еще плюс бывает фиалковый, но если мы возьмем светлая окраска, вы думаете, это сиам. Но смотрите в глаза, они зеленые. Но вот это уже не столько выраженная окраска. Ушик, мордочка, немножко окрашенный хвостик. Лапки еле заметны. Это будет тоже восточная короткошерстная кошка, но она будет называться тиша. У них будут глаза зеленые, но если мы возьмем светлое животное белого окраса, один глаз будет голубой, другой будет зеленый. Чистый по окрасу будет белый кот, либо котенок, либо кошка, это будет ориентал. Они бывают коричневые, бывают черные, бывают голубые, льловые. Палитра у данной породы и разновидности кошек, как типа, очень обширна. И генетика не стоит на месте, мы прогрессируем. Есть такой очень сложный окрас, как красный. Красный ген, он несет за собой в основном рождаемость мужского хвоста. Он может либо давать потомство небольшое, может не дать вообще. Три года назад наша российская заботчица вывела девочку, первую в мире, красный мрамор. Эта кошка сейчас находится здесь у нас в Москве, под моим патронажем. Она первой в мире, красная ориентальная мраморная кошка. Вы можете посмотреть, например, на такого чисто черного, чисто шоколадного кота. А я вам скажу, он не черный, он дымчатый. У дымных окрасов опускается одна треть от корня волоска будет внутри. Это как чернобурка, сейчас женщины меня поймут. Чернобурка наоборот. У чернобурки у нас кончик окрашен светлый цвет. У кота с дымным окрасом будет окрашена одна треть, либо одна четвертая корня. Плюс они будут иметь еще призрачный рисунок по телу. То мы его видим от его настроения, либо сезона, то мы его не видим. Но его всегда выдаст буковка М, нарисован на мордочке. У любой кошки, если у нее есть или где-то спрятан окрас, мы можем иногда его не увидеть. У него все равно мы распознаем, если есть это м. У тебя м. нет, это просто побитый. Ну это невесты такие к нам приезжают. Могти не стрибуют. Они не имеют подшерстка. Самая главная причина, по которой с ними могут жить рядом люди, у которых сильная аллергия, либо заболевания, астмы и еще другие проблемы с дыхательными путями. Они не вызывают аллергии. Они сами вылизывают свою шерсть. Они не требуют особого ухода. И они очень чувствуют состояние своего владельца. Поэтому, если вам плохо, вы неважно себя чувствуете, ориентал будет рядом с вами всегда. Кот уже его что-то заинтересовал. Они безумно любопытные, лезут везде, где не надо. Один раз была открыта ванна, набиралась, уже почти была полная, высокий слой пены. Кот не понимал, что там такое щелкает. Как любой ориентал, либо Сиам, либо Сейшел, все восточники, это любопытство прежде всего, которое их потом еще иногда может сгубить, потому что они не соображают в этот момент ничего, кроме свою лоту, удалить свое любопытство. Он разгоняется за противоположную комнату, несется в эту ванну, он просто ныряет в эту пену, пена разлетается, оттуда выскакивает кодпись, как это «Здравствуй, елка, Новый год». И ничего понять не может, что произошло. То же самое, я любитель собирать пазлы. Кот подходит, смотрит на эту картинку, у которой крышка лежит. Он берет и одной лапой проминает. Она так сыграла туда-сюда, посмотрела на кота, вот отошел. Он залазит на рядом стоящий слой моды для кошек. Это, кстати, очень важно. Иметь дома не просто когтеточку, а хотя бы какое-то его пространство, хотя бы метра полтора. Какое-то там жилище, где он может иногда спрятаться, если ему будет холодно. И плюс, чтобы он точил когти. Упясняю почему. Потому что многие люди мне приходят и говорят, «Моя мебель, мои обои, мои ховрики». Я говорю, а у вас есть место, где животное могло бы себя разгрузить, полежать и так далее? Нету. Я говорю, заведите. Через 2-3 месяца звонок, ой, спасибо. Ну и вы, пожалуйста. И кот залез на этот модуль. И вы не представляете, животное. Это можно ожидать только от восточной короткошурсной кошки. Сворачиваются. Сейчас я на арчебанте покажу. Вот так луком. Я знаю, тебе это не нравится. И своей пятой точкой просто проминает эту крышу. И довольный ушел. Я этот момент вообще не поняла. Я порой, вот Юля согласится, живя больше 3 лет с Оренталом, я иногда думаю, что если бы он умел играть в шахматы, он бы меня выиграл. Потому что умом они блещут и очень сильно порой. Они очень все понимают. Поэтому говорят, что с ними, когда вы заводите, почему еще говорят, что злые и не злые. Вы должны конкретно Оренталу, как в принципе любой кошке, да, но с ними надо работать очень серьезно, как с доберманами. Вот многие заводчики собак сравнивают их по характеру с доберманом. Если вы спокойно объясняете ему, что от него будет требоваться в вашей квартире, то у вас квартира будет уникальная. Он никогда не будет орать и будет разговаривать с вами тихим голосом. Если вы упустите это, то тогда, да, к сожалению, они будут и орать, они будут и хулиганить, потому что это восточники. Он вас как бы поставил ниже рангом для себя, да. Поэтому вы должны прекрасно понимать, если вы берете, то ответственность первые 2-3 месяца вы должны сугубо работать с ним, вот как с маленьким ребенком. Ну да, если забирают в 3 месяца, то это где-то до 6 месяцев. До 6 месяцев как раз у него установление психики всего, да. Оренталды не мяукают, они разговаривают, причем разговаривают с такой интонацией, столько звуков, которые я за 6 лет не могу выучить, потому что они и поют, и мурлыкают, и спросят, как дела, когда вы утром встали. У меня вот кот, он любит разбудить, чтобы я пошла себе сварила кофе, садиться рядом, у вас начинается 20-30-минутный переговор. То есть кто что видел во сне, кому как спалось. И он не будет повторяться, каждый свой звук, который он произнесет, он не будет одинаковым с протекущим. И даже по разговору с ориенталом, сиамом, сейшелом, вы поймете, здоровы ли ваши животные, потому что спокойный ориентал сиам, как у нас некоторые говорят, извиняюсь за такую фразу, это мурлык, потому что они никогда не лежат, не сидят, вы пошли кино смотреть, вы читать, вы за ноутбук, у меня один кот всегда садится, когда я работаю за ноутбуком, он у меня на ногах смотрит в ноутбук, что он там понимает, я не знаю. Но при этом он будет со мной работать, он с ноутбуком столько сходил. Когда вот ко мне ребята приходят, приобретать животное, я говорю, ребята, вот сейчас вы смотрите, вы знакомитесь, 6-3 котенка, 2 котенка дома. Кто к вам подошел, если он вам понравился, выбрали не вы, он вам выбрал вас. Да, вот все, грубо говоря, восточники, все восточники, они, я и говорю, с ними работают очень интересно, и они выбирают человека. Как бы там ни уговаривали, когда вот их продают и на выставках, все, вы часто, наверное, видите, вот не идет и все на руки. Вот его вытаскивают, да, вот мы хотим именно такой конкретный окрас. Нет, не хочу, и все. Откратно в клетку. Все, значит, вы сдаетесь, никакие, ваши деньги будут целее, ваши нервы будут целее, и животное будет жить в том доме, в котором оно будет потом выбереть своего хозяина. Мне нравится эта порода, я как бы давно их знаю, и тайцев, и сиамов, восточники, они, конечно, немножко трое было. Поэтому, если вы решитесь, там, или тайцы, или сиамы, в принципе, разницы никакой. По характеру есть. Думайте. Только красный? Чисто красный, чисто вид, то, что вам ближе к сердцу. Одним вот ближе, как бы, сиамы длинные такие, да, они все как сосиска такая, такое все непонятно, как электричка, да, а кому-то хочется тайца, поэтому... А по характеру, в принципе, они очень похожи. Можно гладить. Да, гладить можно. Гладиться, гладьтесь. А может, а волк? А можно, да, волк? Да, конечно. У нас, да, одна. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok